Привет, Страж! Меня зовут Джон Лейни, это канал Трипл Вайб и мы продолжаем осваивать контент Чёрного Арсенала. Его же нет, потому и осваиваем уже больше месяца. Так, сегодня я собираюсь поделиться своими впечатлениями от экзотика Йотун. Сказать, что я думаю о нём, имба он или не имба, давайте разберёмся. Йотун — ещё одна экзотическая пушка Чёрного Арсенала. Честно говоря, интересовавшая меня до релиза меньше всего. По превьюхам эта непонятная коробка, надевающаяся на руку, больше выглядела как обычный гранатомёт какой-то, смахивающий на обрезанный дробовик Легенда о Баклии. Но за невзрачной оболочкой оказались интересные статы, крутой показатель урона, точности и боезапаса. А ещё — это фьюженка. Да, фьюженка, которая стреляет сгустком солнечной энергии и оставляет после себя горящую лужу на пару секунд. Этот самый сгусток ещё и самонаводящийся, немного совсем, но для наводки при стрельбе от бедра очень приятной. Получить её можно за выполнение мощных корпусов от Ады в кузнице Бергузии. Рандомно падает, как и Лук Монарх. Падает ли она в других кузницах — не скажу точно, но что-то мне подсказывает, что нет. В ПВЕ мне она прям очень зашла. Ну, как мне? На свой ак я её так и не получил, потому попросил у Саклана одолжить потрогать за фьюженку. Спасибо, Кирилл. Ну так вот, в ПВЕ прям приятно играть. Взрывы, подожжённые споты от этих взрывов. Небольшая самонаводка на любого мода — чистый фан. Урона для битвы с мелкими боссами и жирными врагами более чем достаточно. А вот для боссов налёта или рейда — не, я бы не советовал. Лучше всё же экзотслот на этот случай занимать шёпотом червя или симулянтом. В ПВП примерно те же впечатления, но разумеется на них мы остановимся подробнее. Почему? Потому что как только игроки начали получать эту фьюженку, они начали тестить её в ПВП и в течение первых дней в сообществе сложилось чёткое мнение о том, что это имба. Что люди, которые юзают телеста, вообще ангелы в сравнении с теми, кто играет с Йотун. Ведь она самонаводящаяся! Естественно, когда я садился за запись этого видео, я был готов к тому, что это опять сломанное оружие. Такое было, та же линза Прометея, её просто выкатили не с теми цифрами урона, что планировалось. Я думал, а вдруг тут нечто подобное. Но это вот вообще не так, ща буду рассказывать и показывать почему. Про то, какая-то фьюженка имба и ломает игру, мнение пошло от многочисленных хайлайт нарезок. От игроков типа Гигза или Трувангарда. Но простите, конечно, в их руках половина говна из своего хранилища будут выглядеть имбой. В чём проблема игроков? В том, что они видят фьюженку с самонаводкой, и в голове автоматически возникает, ну всё, теперь вообще сломана горнила, и без того там беда, а теперь ещё и раки с автонаводкой. Да вот только ракам этим даже самонаводка Йотуна не поможет. С неё нужно стрелять далеко не как попало, и у меня заняло привыкание, наверное, игры 3. В чём суть? Наводка не фиксирует цель в прицеле для точного захвата. Это лишь увеличенный магнетизм к хитбоксу игрока, грубо говоря. Но и то только в тех случаях, когда эта самая цель не двигается, то есть не прыгает, не бежит, не стрейфится. Как часто такие противники попадаются вам в гарниле? Если вот такие попадаются, то с вероятностью 99% снаряд прилетит в лицо уснувшему кемперу. Но как только вы выйдете на игроков, которые не ходят по карте пешком, на картах не сидят или не сидят в ожидании чуда со скауткой или снайперкой, ваша Йотун вам не поможет. Плюс снаряд у Йотун летит очень медленно. Это самый медленный из зарядов фьюженок. И чаще всего игрок успеет среагировать и увернуться от него. Вот вам несколько примеров прямо сейчас на экране. Как видите, либо меня успевают убить, либо мы разминиваемся. Так что если вы попадаетесь на игрока с Йотун и вам кажется, что шансов в дуэлях с ним у вас мало, возьмите любое оружие, на ближнюю дистанцию и будьте максимально подвижны. В таком случае вы его перестреливать будете куда чаще. В ближнем бое эта фьюженка вообще бесполезна. Она не успевает зарядиться или снаряд не успевает навестись, долететь. Так что если уж берете ее в ППП, то в первый слот берите что-нибудь для ближнего боя. Дробовик, пистолет или пистолет-пулемет. Стрелять с Йотуна я бы рекомендовал только по нисходящей траектории, то есть сверху вниз, либо под ноги врага. Поскольку если вы будете стрелять полностью горизонтально в одной с противником плоскости, снаряды просто чаще всего будут пролетать за спину, не наводиться на врага и вы опять со своей чудо-имбой проиграете. Также те, кто говорит, что это имба, видимо забывают о типе этого оружия. Фьюженка все-таки. А это значит, что нужно заряжать перед выстрелом. Поскольку у этой фьюженки время заряда довольно долгое, я бы советовал делать это находясь за укрытием и выходить на противника уже только для того, чтобы сделать выстрел. Поскольку долгий заряд, медленная скорость полета этого снаряда, ничего хорошего у вас не выйдет, поверьте. Ну и че, Джонни, то есть всех валят, а ты опять ругаешь? Может в руках дело? Да нет, не только я, как раз таки игроки высокого уровня, на голову выше меня, на различных игровых платформах, поиграв хотя бы день с этим оружием и говорят как один о том, что это не ОПИ, не имба и ничего она не ломает. Но это дико веселое оружие в использовании и тут я соглашусь. От киллов с йотуна кайфуешь. Снаряд может прилететь всю карту и не потерять свои убойные силы. Вы можете контрить точки, узкие выходы на картах, наказывать кемперов. Короче, фан супер хорошо. В двух словах, выглядит как гранатомет, стреляет как фьюженка. Но ни тем ни другим по сути не является. Сплэш и взрыв меньше любого гранатомета, а скорость полета снаряда меньше чем у любой фьюженки. Не надо ничего нерфить, экзоты и должны быть интересными в использовании. С ними должно нравиться играть, такие пушки нет для серьезного пвп. В плейлист состязательной игры я бы не пошел с йотуном, да и вам бы не советовал. Если вы хотите легких киллов, это же не целиком про йотун. Тут вам куда лучше подойдет дробовик. С ним куда проще играть и килл сделать наверняка. Независимо от сил ветра, гравитации, погоды или наводки. Так что не настолько уж и хорошее оружие сделал Черный Арсенал. Пишите в комментариях, хотели бы видеть ролик о снайперской винтовке Бремя и Дзанаги. Мне она очень нравится визуально и в плане общего дизайна. А на этом пока все. Спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк под видео, подписаться на канал и услышимся в следующем ролике. Пока!